Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Марина и Максим долгое время мечтали о собственном доме в деревне. Даже в самой большой квартире в городе им было тесновато, и они не чувствовали свободы. Они жили с тремя дочерьми и собакой в просторной четырёхкомнатной квартире в городе. Но это совсем не то, о чём они мечтали. Тесновато там. А вот личный особняк в деревне – другое дело. Несколько лет пара задумывалась о том, как бы было хорошо найти какой-то домик недалеко от города, где места было бы побольше. Они никак не могли решиться, но в один момент Марина сказала «хватит» и заставила мужа заняться поисками хорошего дома. Долгое время Марина и Максим искали дом своей мечты в ближайших к городу деревнях. Но постоянно были какие-то нюансы и проблемы. То цена слишком высокая, то хозяева какие-то мутные. Но в один прекрасный день всё изменилось, и паре предложили совсем необычный вариант. Супругам предложили купить старенькую сельскую школу. Никаких занятий там уже давным-давно не было, но само здание понемногу зарастало бурьянами. Казалось бы, какой из этой развалюхи может получиться жилой дом? Но Марина и Максим увидели перспективу и, засучив рукава, взялись за создание дома своей мечты. Конечно, за день со школы дома не сделаешь. Но супруги не отчаивались, а день за днём превращали развалюху в приличный особняк. И всего за пять лет превратили развалины в симпатичный двухэтажный особняк. На пути к дому своей мечты Марина и Максим прошли много испытаний. Первые три года была борьба за сам участок, точнее бумажная волокита и оформление всех прав на старую школу. Ещё два года ушло на то, чтобы ветхое здание превратить в надёжный тыл для большой семьи. И все потраченные усилия того стоили. Теперь это не дом, а мечта. Хотя поначалу супруги думали, что проще снести старую школу и построить на том же месте новый дом. Но все решили переделать то, что есть. Пришлось даже поменять нижние венцы и приподнять их с помощью автомобильных домкратов. Стены и потолки полностью ободрали. И сделали новые. И всё это супруги делали своими силами, без помощи профессиональной команды строителей. Старые школьные печки они переделали под современный камин и печку на кухне. Камин в доме больше для красоты, поскольку супруги провели нормальное отопление, но всё же в лютые морозы и камин можно разжечь. Красиво и уютно. Есть в доме и погреб под лестницей. Поначалу супруги планировали складывать там яблоки. Но сбежавшиеся со всей округи мыши быстро показали – идея была не очень. Теперь здесь хранятся только закрутки и соленья. Дизайн в доме разработали также супруги сами. Большинство декоративных элементов – это подарки друзей и знакомых на разные праздники. Мебель в основном всю покупали на распродажах. Среди картин, украшающих стены, хватает творчества дочерей. Малышки ходят в художественную школу и часто радуют родителей новыми достижениями. Супруги также обустроили уютную веранду, на которой в хорошую погоду они устраивали посиделки с друзьями, а по утрам завтракали всей семьёй. Кухню обустроили очень необычно. На ней нет никаких шкафчиков. Это принципиальная позиция Максима. Он считает, что на кухне всё должно быть на виду. И да, готовкой в их семье занимается муж, и ему это очень нравится. На первом этаже супруги также обустроили небольшой кабинет, который заодно и библиотека. Книг в их доме достаточно. Стены обвешали картинами дочерей. Они у них ходят в художественную школу. На втором этаже Максим и Марина обустроили спальню свою и девочек. У старшей есть своя комната, а младшие живут вместе в одной. На каждом этаже есть по ванной комнате. Также у них есть и гостевая комната, если вдруг кто-то решит переночевать после посиделок. Первые пару лет после окончания ремонта вся семья постоянно жила в доме. Сейчас Максим и Марина с детьми перебрались в город. Так детям ближе добираться на учёбу. В дом супруги наведываются только на выходных. Но спустя несколько лет планируют окончательно сюда перебраться и наконец-то осесть. Многие друзья до сих пор не могут поверить в то, что сделали Марина и Максим. Они никак не могут их понять, поскольку множество людей в современном мире, наоборот, мечтают вырваться из села и уехать жить в город. Судя с этой историей, можно сказать, что не всё так хорошо в большом городе, как нам кажется. Ведь шум машин и большое количество людей не дают нам возможности спокойно отдохнуть. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.